Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка Добрый вечер Надеюсь, что вечер вы проводите в тепле и уюте Возможно, за потреблением остатков того, что там могло быть на новогоднем столе, но это так шучу Ну и надеюсь, что у вас велико по-прежнему желание узнавать что-то новое о таком увлекательном занятии как рыбная ловля зимняя рыбная ловля в данном случае. И ближайший час мы проведем вместе с вами надеюсь, в нашей теплой компании Василий Мамунов, эксперт компании Арсенал на Комсомольской 8, профессиональный рыболов сегодня вместе с нами Добрый вечер, друзья Меня зовут Владимир Сметанин. Сразу же хочу поинтересоваться перед тем, как обозначить сегодняшнюю нашу тему и перейти к ней, как прошли с точки зрения рыбалки новогодние каникулы, Василий Вот сейчас Василий начал рассказывать там прям экшен Ну да, рыбалка на самом деле Пощекать, пощекать Новогодние каникулы мы ждем всегда с нетерпением потому что это много выходных в которые стоит посвятить своему любимому делу Мы съездили на рыбалку И семья знает, что все равно ведь поедет Все равно надо отпускать Ничего уже не поможет Рыбалка с точки зрения именно рыбалки, трофеев каких-то или еще что-то прошла в принципе Ну неплохо мы съездили опять же в любимый шинами водоем там Камское Устье Мы половили рыбы Все было здорово, но там есть определенные такие нюансы Для тех, кто собирается туда Давай в плане предупреждения Сейчас ехать вот в данный период Вот непосредственно вчера там буквально только вернулся вечером с рыбалки Друзья, имейте в виду, что если вы едете там со своей техникой со снегоходом Ну вот с бастом развозки Егеря уже знают Поэтому сейчас практически никто и не ездит, и не выезжает Буквально не так давно в начале новогодних праздников 2-го, 3-го, 4-го, 5-го очень сильные снегопады прошли Соответственно снега на льду очень-очень много Это повлияло на то, что появились трещины и очень-очень много воды наледи на льду Под грузом снега просто лопнул Вот, очень огромное количество наледи Соответственно снегоходы едут очень-очень плохо Они тонуты в этой наледи Вытащить его практически нереально там без помощи чьей-либо или еще что-то Ну вот такая осторожность с нами, такая вот неприятность случилась Хорошо, что мы там из нее выбрались Да, выехали благодаря там помощи других рыболовов которые тоже были на снегоходах Но тем не менее Вот Прямо пока бы не поехал Вот Мне бы сейчас вот если обрисовали бы ситуацию да, сказали там вот так-так там реально налить по колено Вот И все это еще подкрепляется достаточно сильным морозом Мы в первый день когда вышли на лед было минус 24 плюс ветерок Ну так это не очень комфортно рыбачить Но тем не менее рыбка поклевывает рыбу можно половить сразу хочу предупредить что все мы ловим в рамках закона да и в Камском усте сейчас это действует очень здорово ездит МЧС ездит по льду рыбоохрана на берегу могут там проверить ваш улов и все-все-все так что будьте бдительны соблюдайте размеры выловленной рыбы соблюдайте максимальное количество рыбы которое вы можете поймать в день да то есть ну на это обращайте внимание вот такая штука можно Василию я поясню сейчас несколько моментов то о чем ты сейчас сказал я сейчас ориентируюсь на тех кто слушает нас впервые правила рыбной ловли этому была посвящена вот как раз таки крайняя программа трофея рыбалка в минувшем 2018 году весь архив программ размещен на нашем сайте Эхакирова и на нашем ютуб канале смело заходите видео версия аудио версия очень подробно с главным рыбинспектором нашего региона мы поговорили об этом Камское устье если вы опять таки впервые нас слушаете то рыбалки там мы тоже посвящали отдельно программу да мы же говорили осенью до прошлого года тоже пожалуйста заглядывайте в архив в архив и все вы там найдете ну а если говорить о географическом местоположении Камского устья если вы не в курсе то это вот вы по пути на Вятские поляны по Казанскому тракту можно проехать там можно проехать через Советск через Советск пожалуйста Яранск Советск Ешкар-Ала в объезд Казани и все и мы попадаем ну где лучше Камской ости мы ездим через Советск через Советск и дорога лучше и по километражу получается даже чуть поближе по моему ну естественно на всем протяжении заправки движения присутствует смело можете заправляться покупать необходимые аксессуары для автомобиля напоминаю что генеральный партнер программы трофея рыбалка как раз таки компания движения нефтепродукт и мы напоминаю разыгрываем в конце каждого месяца 30 литров бензина марки ультра-92 в конце января соответственно будет очередной розыгрыш что касается сегодняшней программы и нашего фотоконкурса для рыболовов именно зимнего фотоконкурса то он продолжается ищите подробности в группе нашей радиостанции ВКонтакте сегодня мы так ну в честь того что мы так раскачиваемся немножко отходим от новогодних праздников мы сегодня не будем разыгрывать подарок вот именно среди тех кто выкладывает свои фотографии но мы сегодня обязательно разыграем подарочный сертификат от магазина Арсенал на Комсомольской 8 Василий его с собой принес и Василий приберег вопрос для вас уважаемые слушатели мы работаем в прямом эфире вот как только вы вопрос услышите мы его так неожиданно озвучим как только вы его услышите набирайте смс-ку номер сразу можете запомнить 8 909 720 101 0 и соответственно высылайте правильный ответ правильно первому ответившему достанется у нас подарочный сертификат конечно вот так ну а теперь тема сегодняшняя опять же в одной из предыдущих передач мы говорили о ловле хищника мы честно скажу в большинстве в большинстве передач говорили о ловле хищника потому что мы подразумеваем рыбу плотоядную да в основном потому что подразумевали первый лед вот который у нас был да он как раз наверное самое такое благоприятное время для ловли именно хищной рыбы потому что она себя чувствует еще очень активно и хорошо она там к долгой зиме которая нас ждет впереди она готовится она активно кушает и поэтому вот перволедок это такое время для ловли хищной рыбы ну а сегодня да сейчас мы поговорим о ловле мирной рыбы то есть белой рыбы как ее еще называют да если бы она на суше мы бы травоядной ее называли да ну возможно аналог такой да вот бель так называемая да так называемая бель это соответственно лещ подлещик сапак, густера, синец, чихонь там ее можно перечислять несметное количество их очень-очень много видов сегодня мы коснемся ну вот я для себя выделяю на самом деле есть два типа ловли рыбы да есть ловля бели там на водоемах без течения ну там озера или еще что-то да мы будем о чем говорить вот либо ловля на реке вот я наверное коснусь сегодня ловли именно на реке потому что она скажем так более популярна это раз во-вторых она более трофейная потому что там реально там ну лещ вот он в озерах у нас не живет живет на реке и такой трофей который можно поймать там для рыболова наверное который занимается именно ловлей белой рыбы лещ там один из самых желанных трофеев вот и она там скажем так более динамично более интересно ну вот с точки зрения именно вот самого процесса она там немножко интереснее потому что рыба всегда в движении там находится ну такие вот нюансы есть движение-нетюжение да и у рыбы тоже и у рыбы тоже ну и к тому же это максимально близко наверное нашим слушателям потому что вятка у нас поблизости да переезжая совершенно верно переезжая переправы через вятку мы видим всегда приличное количество рыбаков сидящих на льду вот несколько дней назад путешествуя на юг нашей области переезжая вятку я как раз таки видел достаточно приличное ну здесь скопление рыболов здесь на самом деле не только вятка это могут быть и малые реки какие-то еще что-то потому что там точно так же рыба присутствует и там можно и нужно ловить и это все очень интересно ну что ж значит начнем ловля на реке соответственно река это течение да у нас первое что чего вот хотелось бы мне коснуться я для себя и в принципе наверное это правильно вот выделяю два вида ловли именно белой рыбы на реке есть так называемый активный вид ловли есть сразу поясним или потом ну вот потом да и скажем так ну можно его назвать пассивный вид ловли но он такой скажем так ну пассивно-активно ну скорее всего пассивный то есть что подразумевает активная рыбалка то есть рыболов постоянно находится в движении точно так же как там с блесной балансиром при ловле хищника он делает достаточно большое количество скопление этой белой рыбы да достаточно активные рыбы соответственно снимает активно передвигается в общем вот как правило на лунке ловит там 3-4-5 рыбин да если повезет ну то есть активную рыбу которая есть сейчас в зоне ловли и дальше начинает снова движение там поиск и все такое там и снасти немножко будут отличаться ну вот об этом мы чуть дальше скажем вот а пассивная рыбалка для меня это когда рыболов он пытается к своей лунке эту рыбу собрать приманить прикормить удержать и поймать ну соответственно лунок мы бурим не так много да там перемещение у нас минимальное но здесь во главу угла встает выбор места то есть вот где накормить то есть можно просверлить лунку посредине вятки да там пытаться бешено там накормить рыбу но в итоге скорее всего ничего у нас не получится да возможно мы что-то поймаем но уловы будут не так велики нежели у того рыболова который грамотно подойдет к выбору места да там произойдет закорм этой лунке да и будет там в течение дня ловить рыбу не переставая фактически а вот сейчас наверное Василий глупо задавать вопрос да какая тактика выгоднее и результативнее потому что наверное они обе имеют право на существование они обе имеют право на жизнь и каждый нужен подход каждый для себя выбирает что ему больше по душе то есть больше двигаться да либо там сидеть на месте здесь есть свои особенности и особенности в выборе снасти для рыбалки да вот для ловли что мы предпочитаем ну начнем наверное с активной ловли здесь все стандартно ничего нового не придумали мы ловим на мормышку то есть если это белая рыба то мы ловим на мормышку и либо на скажем так приманки для безнасадочной ловли и вот второй аспект вот безнасадочная ловля она вот на сегодняшний день опять же более популярной становится набирает там какие-то бешеные обороты это ловля на так называемые чертики балда там да вот такие вот разновидности она интересна чем тем что ну понятно что взять мормышку насадить там мотыля да отпустить все равно рыба клюнет так или иначе и даже без участия рыболова ну должна по крайней мере клюнуть а при ловле на безнасадку мы должны вот эту приманку подать так чтобы рыба воспринимала ее как кормовой объект и кушала соответственно вот здесь уже вступает в силу скажем так мастерство рыболова как он это сможет сделать насколько грамотно и правильно он подобрал снасть насколько грамотно он выбрал место и в зависимости от этого уже будет улов там либо две рыбки за день либо там не знаю 5 килограмм либо ничего вот соответственно рыболовы которые предпочитают активную ловлю как правило выбирают для рыбалки если рассматривать реку ну с точки зрения там выбора места где ловить это как правило какие-то укрытия в которых рыбе удобно стоять соответственно это коряги это береговые свалы то есть это в основном прибрежные это прибрежные ловля да совершенно верно то есть это коряжники это скажем так заливчики маленькие вот маленькие заливчики именно в береговой зоне где есть рядом течение и струя потому что например там тот же лещ сопа густера это рыба которая любит течение которая на нем стоят почему они там ну скажем так на течении находятся течение очень много несет корма потому что им что-то там съедобное корм постоянно несет вот но им удобнее стоять в каких-то за какими-либо укрытиями да либо в каких-то затишочках и как правило очень перспективные места если например рядом там у нас есть там глубина там 3-4-5 метров достаточно сильная струя да тяга такая а рядом затишочек в котором глубина метра 3 вот в таких местах очень любит держаться белая рыба да она там постоянно стоит потому что ей удобно струя несет корм она стоит в затишочке как только что-то там начинает мелькать вот она выходит скушала и вернулась обратно то есть ей очень хищник тебя там меньше да совершенно верно ей очень комфортно поэтому вот как раз вот коряжники вот такие да там какие-то вот эти вот береговые свалы затопленные ветки там и все оставшееся это перспективно для ловли белой рыбы точно так же как для ловли там и хищной потому что она приходит туда за белой ну здесь вот такая цепочка вот то что касается снасти если рассматривать например ну вот конкретно там вятку да то там используются достаточно тяжелые мормышки связаны все с тем что течение все-таки сильное но здесь уже если мы там ловим на какой-то малой реке или еще что-то точно так же мы подбираем там мормышку которую не будет сильно сносить течение вот здесь есть один аспект такой нюанс мы подбираем вес мормышки таким образом чтобы у нас ее течением уносило под лунку но не более метра потому что если будет уносить ее дальше ее будет постоянно поднимать это дна и она уже будет то есть она будет выходить из зоны атаки рыбы и она будет ей неинтересна поэтому всегда рыболовы имеют такие обширные коробки в которых у них там огромное количество мормышек которые уже подбираются по скажем так весу в зависимости от силы течения а конкретно по граммам Василий если рассматривать вот вятку для меня по крайней мере вот в моем там арсенале какие есть мормышки они начинаются там от 4 до там 12 там грамм вот так вот то есть 4-12 граммов такой разбег должен в арсенале рыболовы присутствовать они у меня там примерно через грамм там и идут то есть 4-5-6 и так далее там до 12 соответственно мормышки я использую только вольфрамовые связано все с тем что свинцовая мормышка 12 грамм она имеет уже очень такое большое объемное тело крючочек мы используем небольшой и вот само это все у нас такое ну не суразится какая-то да там огромная такая блямбочка на которой маленький-маленький крючок к сожалению такая мормышка уже и игры правильной не будет иметь вот и скажем так для рыбы будет менее интересно по форме мормышек их на самом деле там какое-то огромное количество есть я для себя методом проба обшибок опять же предпочитаю два это либо обычный шарик классика вот классика жанра обычный шарик потому что ну шар во-первых он это именно вот наверное мормышки грамм от 6-7 вот так вот и вверх потому что там шарик он более компактный да при сохранении там веса вот более легкие мормышки наоборот так называемая форма уралочка такая есть ну тоже классика то есть это такая капелька да но немножко изогнутая капля понял да вот толще внизу тоньше крючку вот такая вот капелька и как раз вот мормышки там 4-5-6 грамм у меня в форме уралки по цветовым решениям ну для себя по крайней мере я решил что мне нужно два цвета это либо черный цвет ну вот опять же классический цвет это мы сейчас говорим о мормышках на которые мы насаживаем приманку ну то есть насадочные приманки ой мормышки вот соответственно черный цвет и вторые мормышки какие у меня есть это вариации кислотных цветов то есть это ярко-желтые ярко-зеленые вот такие да вот такого цвета они там могут варьироваться с какими-то полосочками быть там или еще что-то это не критично вот почему опять же две формы потому что вот реально наблюдал такую штуку что один день там хорошо например клюет на черную мормышку на следующий день приходишь не клюет ставишь кислоту и у тебя начинаются поклевки связано все с тем что опять же в первый день рыба реально кушала ну то есть она воспринимала мормышку как нормальный кормовой объект а во второй день она ее воспринимает как раздражитель то есть она есть не хочет но вот что-то яркое мелькающее у нее перед глазами она реально раздражается она ее атакует кушает и без проблем ну вот методом пробы ошибок два цвета там копий сломано на самом деле очень много кто-то там говорит вот мне там нужна мормышечка там с золотой короночкой там или еще что-то возможно это так а как же еще раз слово классику упомяну либо золотистые либо серебристые вот вот при ловле на водоемах без течения где у рыбы есть время рассмотреть эту приманку там я использую бывает там и золотые и серебристые там или еще какие-то я забежал вперед и еще там какие-то мормышки при ловле на течении у рыбы минимум времени на обдумывание она либо съела либо не съела потому что либо приманка мимо нее пролетела все если она хочет она ее атакует если нет все либо и там соседняя рыбка атакует да либо вот она и все у них там на течении у рыбы всегда больше пищевая конкуренция чем на водоемах без течения и на водоемах без течения ловить ту же белую рыбу она более привередливая у нее есть время рассмотреть у нее есть время там понять хочет она скушать не хочет скушать ее там более трудно прикормить там надо правильно подобрать прикормку вплоть до цвета грунта бывает так что на илистом дне начинаешь кормить светлой прикормкой все поклевок нет рыбы нет она не клюнет она вокруг ходит смотришь в камеру вот она вокруг этого прикормочного пятна ходит а ты думаешь что прикормка очень вкусная да да вы не ослышали смотришь в камеру Василий сказал поэтому мы тоже посвящали одну из предыдущих передач. Так, ну не будем забегать вперед на непроточных водоемах. Это своя отдельная тема, это своя философия. Ко всему, к цвету мормышки в том числе, нужно подходить уже немножко по-другому. На течении все обстоит немножко в другом ракурсе. У рыбы там реально мало времени на обдумывание, она там кушает, и все хорошо. Поэтому, опять же, не панацея, но тем не менее для себя, вот два цвета, которые я выделяю, которые есть всегда в рабочей коробке. Не, ну никто не запрещает экспериментировать, там что-то пробовал. Рыбалка это всегда эксперимент. Да, это просто совет от опытного рыболова. Рыбалка это всегда эксперимент, поэтому, возможно, у кого-то хорошо клюет на синий цвет, не знаю. Я не пробовал. Нет, вру, пробовал, но дивидендов не получил каких-то от этого. Безнасадные, да? Вот, дальше, да. По безнасадочной ловле, соответственно, самой популярной ловлей является ловля на чертика. Как не почитаешь паблики, рыболовное на что ловил? Черт, черт, черт. Вот, там есть, опять же, различные вариации на водохранилищах, где большие достаточно глубины ловят на так называемую гирлянду. То есть это не один чертик, а там три чертика, например, правильно там собранные на леске, да, там подвешенные все. Вот, это связано с тем, что достаточно большие глубины, и использовать там один чертик такого веса, там, ого-го, и на него рыба клевать не будет. Василий, я предлагаю вкратце пояснить, может быть, кто-то впервые вообще слышится. Чертик? Чертик, вот, дай пояснить. Я не знаю, почему назвали чертиком. Я тоже не знаю. Вот, в классическом понимании там начертаться, может, и не похож. То есть эта приманка, как правило, имеет каплевидную форму, может быть, столбик, ну, какие-то такие вариации, у которых три крючка, ну, то есть тройник. В классическом варианте он впаян в тело крючка, сейчас очень много появляется вариаций, где тройничок на подвесе, ну, то есть вот он подвешен. Плюсы-минусы есть и у того, и у того, вот сейчас чуть дальше поподробнее об этом расскажу. А, соответственно, приманка абсолютно не требующая какой-либо подсадки живых там насадок, да, там, ни мотыля, ни опарыша ничего не насаживаем, потому что реально мы проверяли, подсаживаешь на чертик, он даже как-то по-другому играет. Ну, то есть лишний вот этот объем, лишний груз. Нету поклевок. Вот, единственное, что очень часто бывает на крючках чертиков, это различный бисер разных цветов, там, желтый, красный, белый, зеленый, там, кому что-то вздумается, вот, вешают. Вот с этим стоит экспериментировать. Для нашей местности мы, опять же, определили, что нужны там, ну, для себя три цвета, это красный, желтый и белый. Красный, желтый, белый. Вот, причем рассматривали, не знаю, с чем. Сочетать-то можно? Их можно сочетать, но, как правило, на своих приманках у меня либо красный, либо черный, либо белый, ой, желтый, либо белая бусина. Все. Вот. По цветам чертиков то же самое, там, классический вариант, это черный цвет, в большинстве своем, да, рабочие. Бывают вариации, там, каких-то коричневых, синих, зеленых, разноцветных, всяконьких-всяконьких. Для себя, опять же, у меня два цвета. Это кислотные чертики, да, и чертики черные. Причем на черные я ловлю чаще. И получается лучше. Ну, опять же. Почему? Загадка. Не знаю. Наверное. Ну, в рыбе, в голову, к сожалению, мы залезть не можем. Вот, чертик, он имитирует именно как раз насекомое, которое поднимается от дна. Проводка там все очень просто. Опять же, чертик мы должны на течении подобрать таким образом, чтобы его практически не стягивало. Потому что, если его будет... Практически, чтобы он вертикально был, да, практически? Если его будет уносить течением, то мы не сможем задать ему правильную игру, потому что у нас его будет поднимать от дна, он должен работать четко в вертикальной составляющей. Очень плохо, когда его тянет течением. Поэтому ловля на чертике на реке, это все-таки как раз вот такая прибрежная ловля в более тихих местах. Именно за тишки мы ищем. Вот. Рыбалка там может быть очень результативной, очень-очень интересной. Здесь самое главное правильно подобрать снасть. Вот объяснить радиослушателям это, наверное, достаточно трудно, но тем не менее постараюсь. Самое главное при ловле на чертик, это без разницы, какая форма удочки там будет, да, это все индивидуально. Кому-то там балалайка в руку, кому-то там с ручкой удочка ложится, это уже все. Длина удочки тоже может варьироваться. Там кто-то любит совсем короткие, а там кто-то ловит 30-40 сантиметров удочки. Самое главное при ловле на чертик это кивок. Кивок, так. Он должен быть достаточно длинным. В моем, опять же, для себя, да, в моем понимании мне нужен кивок там порядка 20 сантиметров. Вот такой. Как правило, опять же, для себя это двухконусный кивок, который у нас имеет конус вот так и источенный еще на конус сверху, да. Вот. Мы кивки себе делаем сами из, скажем так, покупных кивков, да, то есть покупаем одноконусный кивок, стачиваем его уже затем наждачной бумагой. Я использую металлические кивки. Кто-то пользуется ловсаном, но в таком вот длинном варианте ловсан очень трудно найти такой кивок. Я вот, по крайней мере, не встречал, который бы полностью удовлетворил моим требованиям. И дальше особенность в чем? Под весом чертика и дома, когда будете собирать такую снасть, не поленитесь, наберите в ванну воды, не знаю, в бутылку куда-нибудь или еще что-то. Проверьте его в реальных условиях. Обязательно отпустите чертика в воду, потому что в воде он весит меньше, чем на воздухе. А, да, вода другая. И когда домом вроде бы в воздухе правильно вот так вот настроили, все здорово, приходим на водоем, а изгиб уже кивка другой. То есть кивок, он выгибается таким образом, чтобы он получалось, ну вот кончик у него смотрел вверх. И когда мы вешаем на него чертик, он должен быть прямой. Чуть-чуть может быть с загибом вниз. То есть он должен, игра должна имитировать как раз вот поднимающегося насекомого из глубины. То есть нам не нужно, чтобы чертик вот очень резко дергался или еще что-то. То есть нам самое главное, там такая игра, вот проводка, ее очень часто называют пиление. То есть мы удочки делаем не так, а вот как будто бы мы пилим, ну вот пилку, если взять в руку, да. Вот мы что-то пилим вперед. То есть мы держим удочки и делаем вот такие вот движения. Соответственно, прямой нагруженный кивок, он не срывает мормышку, ну не срывает нашего чертика с места. Он начинает вот плавно его поднимать вот такими скачками. То есть это максимально имитирует так, как насекомые. Ну посмотреть там, кто у нас там, не знаю, там тот же мотыль, какие-то вот эти вот веснянки там и все оставшиеся. Жуки всевозможные. Все, вот они именно от дна, они поднимаются такими скачками. Вот, и все. Вот мы берем чертик. Рыбе этого достаточно. Рыбе этого достаточно. Более того, скажу, что иногда бывает очень эффективная проводка, когда вот мы отпускаем чертика на дно, вот прям по дну 3-4 там 5 раз стукнули, то есть подняли какое-то облачко мути, и потом просто без каких-либо движений мы начинаем поднимать удочку вверх. Нет, вот мы просто поднимаем вот медленно-медленно-медленно вверх, там 20-30 сантиметров, делаем паузу, ждем. После этого снова резко сбрасываем, снова мутим и снова поднимаем. Иногда этого достаточно, там вариаций проводок уже очень много, здесь нужно подбирать. Иногда рыба наоборот очень хорошо клюет, особенно весной, особенно весной, очень хорошо клюет наоборот, на отпускании чертика. Потом, например, на отпускании чертика очень хорошо клюет рыба в каких-то вот на реке заливчиках, где есть трава по перволётку, потому что трава начинает оседать, да, и вот, соответственно, все жучки, которые были на траве, они начинают падать на дно. И вот мы имитируем отпускающегося, живой вот этот организм, который отпускается на дно, а не поднимается со дна. Дома мира, все-таки, да, картины. Вот, соответственно, ловля вот на эти активные, скажем так, приманки, она очень-очень интересна. Показываю, что реклама сейчас у нас будет. Да, очень результативна. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8, профессиональный рыболов, это программа «Трофеи рыбалка», напоминаю. Мы говорим сегодня о зимней ловле нехищной рыбы. Пока еще говорим о проточных водоемах. А, ну мы сегодня о них и будем, наверное, говорить. О них и будем, про озера, пруды мы сделаем отдельную. Там есть своя. На полторы минуты мы уходим на рекламу, после чего продолжим. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофеи «Рыбалка». Программа продолжается целый час, с 8 до 9 вечера. Затем на сайте «Ехакирова.ру» и на нашем YouTube-канале появляется видеоверсия. Так что вам гарантирую, завтра вы сможете видеть Василия Мамоновой, эксперта компании «Арсенал». Он очень тут активно руками показывает, что нужно делать, в том числе с чертиком. Ну да. Можно увидеть. Итак, продолжаем про ловлю не хищной рыбы. И сейчас, видимо, перейдем уже к пассивной, так называемой, ловле. Ну, мы сейчас закончим, скажем так, логически уже всю нашу активную ловлю. Самое главное, вот как я уже сказал, при такой рыбалке – это грамотно подобрать место. Прикормка, на самом деле, как правило, по моему опыту, опыту товарищей, она здесь малоэффективна. Большой роли не играет? Она не то, чтобы большой роли не играет, она малоэффективна, связана все с тем, что на прикормку, ну это вот я хотел сказать дальше, но скажу. Сейчас на прикормку сначала всегда приходит мелкая рыба. Нам неинтересно ловить мелкую рыбу, соответственно, кормить… Если рыбак думает части каких-нибудь больших… Ну да, то есть прикармливать смысла нет. Это, во-первых. Во-вторых, на течении это сделать достаточно сложно. А течение, так или иначе, у нас присутствует при ловле даже в каких-то затишочках, но там все равно оно есть. Соответственно, прикормка, она сильной роли не играет. Здесь принцип волка ноги кормит. То есть чем больше лунок мы сделаем, чем правильнее мы определим место, где стоит рыба, то тем больше мы поймаем. Причем при ловле как раз вот в этих вот таких вот затишочках, коряжничках и всем оставшимся очень полезно пользоваться рыбопоисковой техникой. То есть там точно так же можно использовать и эхолот. Если мы рассматриваем вятку, то там низопредельные глубины и течения не очень сильные. Вот в этих затишках можно вполне себе пользоваться камерой подводной, да, для определения там стоянки рыбы. И самое главное, вот здесь, например, там используя камеру, вот мы с товарищами ловим, мы не то чтобы там рыбу ищем, а мы смотрим, куда двигается стая. Ну потому что реально там она может в берег двинуться, она может там наоборот на течение там уйти. То есть нам после того, как мы пробурили лунку, там поймали первые там 3-4 рыбки, поклевки прекращаются. То есть мы начинаем смотреть, а куда рыба-то сдвинулась. То есть в каком нам направлении бежать следующие лунки бурить. Потому что здесь все равно там мы можем ее там испугать, не знаю, там сход у нас какой-то будет или еще что-то. Ну, соответственно... Бывают ситуации, да, разные. Да, мы уже смотрим. Вот, поэтому бурить, 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 искать, подбирать приманку, ну, прикормка не нужна. А вот второй тип ловли, как раз когда мы мало перемещаемся, и мы хотим под своей лункой собрать эту рыбу, вот он уже требует вот этой обдуманной, грамотной прикормки, хорошо, качественно настроенной снасти, ну и определенного терпения, да. Потому что, ну, рыболов-то думает, что вот здесь рыбы много. У рыбы на этом может быть абсолютно свое мнение. Противоположное, да. Вот. Здесь то же самое. Мы выбираем в первую очередь место для ловли и определяемся, ну, с тем видом рыбы, которую мы хотим ловить. Вот очень часто, например, есть такой, даже их называют, ну, не знаю, там, разновидность рыболовов, наверное, да, сопятники. Да, вот есть такое... Ну, по названию рыбы сопятники. Есть такое понятие вот у нас на ветке сопятники. Или он сопит. Вот. Нет, это рыболовы, которые ловят сопу. Сопу. То есть есть у нас такая рыба, да, которой достаточно много в реке, реально, она вырастает, ну, не сильно больших размеров, но, тем не менее, достаточно сильная рыба и доставляет такое удовольствие при вываживании. Ну, такие экземпляры в 300-400 грамм они так уже сопротивляются. Да, я, конечно, Василий, судя по моему опыту, никогда большой сапы не видел. Как-то вот не попадалось. Ну, у нас же есть разновидности. Вот есть сопа, да, там есть белоглазка, к примеру, да, есть сенец, ну, сенцам трудно с сопой перепутать, но, тем не менее, да, очень часто там ее путают с какими-то подлещиками там или еще что-то. Ну, то есть, ну, реально, вот, когда небольшой размер, там, 200-300 грамм, там, ну, есть возможность перепутать, но, тем не менее, отличие у нее тоже там, это и строение рта такое, да, и глаза у нее такие огромные. И форма, собственно. Да, форма-то тела у них одинаковая, потому что широкотелые очень такие рыбины, большие. Вот, лепешечки такие их еще называют. Вот, соответственно, рыболовы, которые ловят сопу, они могут выбирать место ловли, очень часто, например, она клюет на песчаных пляжах. То есть, вот, стая встает на песке. Но там должны быть особенности, то есть, вот, на этих песчаных пляжах должна быть глубина, ну, хотя бы там 2-3 метра, и обязательно наличие барханов. Перекатиков вот таких, да? Вот этих вот барханов, за этими барханами стоит вот, вот, как раз сопа. Она очень любит стоять на песке, но это, как правило, либо самый вот такой последний уже лед, либо вот перволедок. Зимой она все-таки предпочитает более глубокие места с чуть более медленным течением, потому что на песках, как правило, течения всегда достаточно сильные. Вот. И опять же, на песках вот ее там прикармливать можно, но очень сложно. Ну, об этом чуть дальше. Вот. Потом есть разновидность рыболов, которые ходят за белой рыбой и ловят ее ночью. Это, как правило, лещатники. Потому что вот очень... Я бы их назвал полуношники. Вот. Крупный лещ, он реально хорошо клюет ночью. И вот есть такая, скажем так, группа рыболов, которые предпочитают ночную рыбалку дневной, да. И, наверное, самая распространенная, это, которые ловят вот днем, там пытаются поймать того же леща. Но здесь, опять же, мы выбираем место для ловли хорошего крупного леща. Это обязательно, чтобы была, ну, скажем так, если не максимальная глубина в водоеме, но близкая к этой. Понятно, что там на 8, там на 9 метрах можно ловить, но... Очень много, конечно. И, скажем так, вот, опять же, методом пробы ошибок там на своих рыбалках мы вот определили, что очень комфортная глубина для ловли, это там в пределах 5-6 метров. То есть если есть вот такие вот места, там все очень здорово. Обязательно, чтобы рядом находились, опять же, какие-то там коряжки, да, то есть укрытия, в которых он может там стоять. Вот. Ну и самое главное, наверное, это рельеф дна и состав дна. Так, тут в чем нюансы? Вот именно состав грунта. Потому что, например, лещ на глине стоять не будет. Связано все с тем, что лещ — это рыба-пылесос, которая вот пылесосит дно, то есть вот... Через себя пропускает. Да, через себя пропускает, всасывает, и все. Соответственно, пылесосить глину у него получится очень плохо. Например, там на каком-то сильно песчаном дне, там тоже корма малая, ему это неинтересно. Соответственно, дно должно быть таким, скажем так, ил должен обязательно там какой-то присутствовать. Соответственно, это ямы, да, и именно средина ямы, то есть не вход в яму и выход, где уже течение достаточно... тут еще сильное, а тут уже сильное. А вот именно средина ямы, где течение более слабое, соответственно, здесь максимально скапливается весь корм, который заносит сюда течением. Здесь дно будет максимально мягким. Вот такие места стоит выбирать. Проверить очень просто, нам не нужна никакая там дорогостоящая техника или еще что-то. Вот мы проверяем обычным, грубо говоря, у меня там вот на веревке шар, там, по-моему, 100-граммовый такой. Ну, в общем, вы берете, пробы грунта вы берете, да? Ну, то есть, бум туда. Стукнуло, значит, дно твердое. Провалилось, значит, мягкое. А дальше уже начинаем смотреть, что там, песок там или ил. То есть сделать это все тоже очень-очень просто. У меня вот этот вот груз, который есть, да, он пилкой у меня распилен. Вот так вот на много-много-много-много таких надрезов сделано. И, соответственно, когда туда отпускаешь его с силой, а потом поднимаешь, ты уже видишь, что там вообще. Песок, ил или глина. Все, то есть выбрали место, мягкое дно нас устроит. Дальше самое главное вот именно в такой рыбалке – это прикормка. Их, ну, прикормок какое-то бешеное количество сейчас появилось. А вот сразу задам вопрос, которым часто задаются рыболовы. Нет. Самому готовить, вот варить из того, что, да? Или покупать какую-то готовую? Скажем так, здесь есть, опять же, нюансы. Готовых прикормок сейчас, не знаю, огромнейшее количество. Вот. Кто-то там варит какие-то каши или еще что-то. Сразу скажу, я не привержен, там, скажем так, вот этих самодельных прикормок именно на основе каши. Связано все с тем, что, ну, во-первых, рыба реально наедается и теряет интерес к нашей приманке как таковой. Во-вторых, какое количество каши нужно принести на водоем, чтобы накормить на течении. Ну, многие тащат большой запас. И в-третьих, ну, скажем так, для природы, наверное, не очень хорошо, потому что очень каши, если много там мы закинули, рыба ее не съела, она там где-то закиснет, там еще что-то. Ну, такие вот вариации там могут быть. Опять же, кормить прикормками, которые заводские, но там нужно четко подходить, во-первых, цвет прикормки выбрать. Для вятки, если мы ловим именно на ямах, я все-таки советую именно темные базовые прикормки какие-то. Вот. Второй мой совет – это прикормка, которая должна на зимний период иметь минимум аттрактантов в своем составе. То есть она не должна там быть очень, иметь там сладкий какой-то запах, да, там притерный запах или еще что-то, потому что в холодной воде рыба менее активна, там вот эти все запахи распространяются по-другому, то есть в теплой воде запахи распространяются очень хорошо. И, например, в летний период там шоколад, клубника, ваниль, вот все вот эти вот штуки имеют место быть. Например, зимой там очень хорошо работает анис, да, вот этот вот анисовый запах. Но опять же, с ним нужно не переборщить. Вот. И самое главное для меня, по крайней мере, на последних вот многих рыбалках, это наличие в прикормке живой субстанции. Ну, то есть кормовой мотыль, там рубленый опарыш. Он тоже отдельно вот он приобретается или он в составе? Нет, он приобретается отдельно, и мы уже, соответственно, в состав добавляем. То есть замешиваем сами. Вот рецепт прикормки, который используем мы, товарищи мои и я. Как говорилось в одном известном фильме, минуточку я записываю. Помедленнее я записываю. Я записываю. Вот, то есть мы берем панировочный сухарь. Обычный, который в каждом продуктовом магазине продается. Совершенно верно. Обычный панировочный сухарь. Как правило, на дневную рыбалку мне хватает 2 килограмма панировочного сухаря. Причем его можно сделать самому, то есть там старые корочки хлебушка, то есть мы берем панировочный сухарь как основу для прикормки. В магазине мы покупаем любую зимнюю прикормку с названием «Лещ». То есть это там может быть, не знаю, там Сабанеев, Сенсос. Ну их тоже. Ну их там огромное количество. Здесь уже выбираем. Самое главное, когда придете в магазин, например, к нам там, да, на Комсомольскую 8, в Арсенал, продавца попросить, скажите, вот мне дайте прикормку нейтральную, в которой нету никаких примесей ароматизатора. Такие существуют. Но в этих прикормках производители всегда добавляют, скажем так, такую вот добавку, которая вызывает у рыбы аппетит постоянный. То есть она не наедается. Ей хочется еще и еще. То есть усилитель какой-то такой вот, не знаю, там аппетита, да. То есть это реально добавляется в прикормки. Рыба не чувствует насыщения. Прикормка это достаточно мелкую фракцию, то есть имеет. Вот мы ее можем смешать там, ну вот я беру там килограмм вот такой прикормки, да, там два килограмма панировочных сухарей. Соответственно, это смешивается один к двум. Вот. Дальше мы делаем... Одна часть чего? Килограмм прикормки и два килограмма там сухарей. Причем вот это мы смешали, все. Мы ни в коем случае дома там не увлажняем водой, там ничего не делаем. Мы это несем в сухом виде, потому что нам бывает так, что ну и половинки этого хватит там для того, чтобы порыбачить на день. Вернем обратно, используем на следующую рыбу. Конечно. Конечно. Вот. Дальше что мы берем? Василий, я прошу прощения, время-то бежит. Нам. Давай сейчас внезапно вопрос зададим. Вопросик, а вопрос будет очень простой, так как у нас сейчас вступили в правила новые рыболовные правила, да, новое рыболовство, вопрос будет такой, каков минимальный размер судака у нас допустим к вылову и количество судаков, пойманных в день? Мы говорили об этом. Мы об этом говорили. В программе, которая выходила до Нового года. Да, когда мы говорили, вот если вы слушали, то сейчас, наверное, ответите без труда, не составит особого, да. Ну, есть еще время, мы продолжаем с Василием. Десять минут у нас еще есть, может быть, успеете переслушать. Еще раз повторим про судака. Минимальный размер и количество. И количество. В сутки на рыболова. Допустимое, да. За день на одного рыболова. Пожалуйста, 8909 720 101,0. 8909 720 101,0. Смс-ки уже пошли, я пока не буду открывать. Я же записываю, я же записываю так. Вот. Один к двум смешали. Дальше. Дальше. Не увлажнять заранее. Дальше нам нужно вот на это вот, на все дело полкило кормового мотыля. Живой кормовой мотыль. Он продается либо в рыболовных магазинах, его можно приобрести, также можно приобрести в зоомагазинах. Название-то какое, кормовой мотыль. Ну, он отличается тем, что он достаточно мелкий. А, мелкий. Да. Вот. То есть на насадку другой используется? На насадку мы используем насадочный мотыль. Крупный. Хороший. А здесь именно кормовой мотыль. Ярко. Он такой, более мелкий. Его можно приобрести в рыболовных магазинах, можно приобрести в зоомагазинах, которые торгуют товарами для аквариума. Для аквариума. Аквариума, да. То есть там есть такая штука. Вот полкилограмма нам нужно будет. И, соответственно, мы его используем весь. Дальше мы делаем, что мы модифицируем нашу кормушку. То есть кормушка — это вот обычная сетка, да, но она же достаточно крупная всегда бывает. Вот из совсем-совсем мелкой сетки. Ячья имеем. Да, ячья. То есть найти очень трудно, практически и нету. Вот я, по крайней мере, не встречал заводские какие-то варианты. Все очень просто. Мы берем обычную вот нашу кормушку, там, с достаточно крупной сетки, пускай она там будет все без проблем. Дальше мы берем кусок марли, который нам... Он будет вкладышем в эту кормушку. Ну вот я тоже подумал о чем-то, да. Он будет вкладышем в эту кормушку. Дальше мы делаем следующее. Мы приехали на водоем. Все. Вот мы ничего не увлажняем. То есть мы никаких шаров туда не закидываем в лунку, потому что это все бессмысленно абсолютно. Дальше мы делаем следующую процедуру. Нам в кормушку нужен будет груз. Да, это может там с берега камень какой-то быть. Мы используем там свинцовые такие блямбочки, которые у нас есть. Ну, грамм 250 для нашего течения. Четверть килом. Вполне хватает. То есть вот этот груз. Затем мы туда насыпаем, ну, примерно там с килограмм, наверное, вот нашей смеси, да, вот этой, которая у нас есть. Вот внутрь кормушки марлю положили, грузик, насыпали вот это все. После этого мы берем кормового нашего вот этого мотыля, вот прям все полкило, какие есть, туда засыпаем. Сверху, ну, там еще, может, грамм 100, 200 вот этой штуки, все это перемешали. Бутерброд так же делается? Все вот это перемешали. А после этого делаем такую штуку, то есть вот на кормушку вот так вот загруз и сверху берем, начинаем скручивать и начинаем давить до тех пор, пока у нас вот этот вот мотыль через марлю не начнет сок вот этого мотыля, да, там вылазить. Все, и отпускаем туда. Бесчеловечно по отношению к мотылю, но... Но, тем не менее, да. Но рыбе, видимо, нравится. Вот, отпускаем туда. Что у нас получается? Через вот эту мелкую марлю у нас начинает вымываться вот наш кормовой состав. То есть это панировочный сухарь там, да, с нашей прикормкой. А именно мотыль, он дает запах, который нужен в данный период рыбе. То есть зимой рыба именно очень-очень хорошо реагирует именно на животные запахи. То есть, к сожалению, добиться как-то по-другому невозможно. Мы пробовали какие-то аттрактанты там мотыли или еще что-то. Работают в разы хуже. Я напоминаю, мы говорим про кормушку для течения. Да, это для течения. Для течения, да. Вот, то есть вот мы ставим такую кормушку. Соответственно, кормушку мы располагаем взади рыболова. И очень многие делают неправильно. То есть, например, ставят ящики, вот прямо под ящиком бурят дырку, да, там, лунку, и туда отпускают кормушку. То есть мы кормушку вставим взади нас метра за 4-5. Связано все с тем, что... А течение куда? Ну, а мы садимся перед кормушкой по течению. Ага, понял. Вот, то есть кормушка сзади нас, мы садимся там метрах в 4-5 впереди. Связано все с тем, что от кормушки пойдет вот именно вот этот вот шлейф, на который начнет подходить рыба. Первые наши лунки, вот мы бурим на расстоянии там 5 метров. Например, там, как правило, бурятся две лунки, да, ставим две удочки. Все, начинаем ждать. Первые поклевки однозначно на прикорм начнет подходить мелкая рыба. То есть первой приходит мелочь. Ну, там, относительно, там, с ладошку может вот такая быть или еще что-то. То есть вот мы половили в течение, там, например, ну, часа максимум. Вот на прикормленных лунках, ну, то есть мы сделали вот первый закорм, да, луночки, да, дольше часа сидеть нет смысла. То есть если в течение часа у нас либо вообще не происходит никаких поклевок, либо клюет только мелкая рыба, то если мы ищем крупную, нам отсюда нужно будет переходить. Как правило, мы просто начинаем двигаться ниже по течению. Я не буду спрашивать про причину, почему может не клевать это, просто времени у нас немного. Ну, там вариантов может быть много, да, но мы всегда за основу берем, что мы неправильно подобрали место. То есть мы начинаем двигаться ниже по течению, там, смещаться куда-то, да, то есть выбирать уже более удобное для нас место, соответственно, то же самое, там, переставляем кормушку. Либо второй вариант. У нас подошла мелкая рыба, у нас случились поклевки мелкой рыбы. Как правило, там, если мы все правильно выбрали место, у нас хороший прикорм, через, там, 30-40 минут у нас будет, ну, вот первые, там, 30-40 минут будут хорошо клевать мелочь. Затем произойдет затишье, поклевки прекратятся. И вот многие рыболовы здесь делают ошибку, они начинают... Уходят? Уходят, да. То есть начинают искать, там, новое место или еще что-то. А на самом деле все произошло, ну, как бы два пути развития. Там действительно либо рыба куда-то ушла по каким-то причинам, но, как правило, в этот момент... Пришел крупняк, и он испугался шелук. Разгоняет мелочь, то есть приходит хороший крупный, там, лещ, да, или еще что-то, разгоняет мелочь. Здесь моя, опять же, там, практика, я убираю в этот момент вторую удочку, оставляю только одну, потому что, когда крупная рыба, там, ты нацелен на трофей, там, лучше одна снасть, потому что там может и запутать, и все что угодно. Вот, оставляем одну удочку и бурим лунки ближе к кормушке. То есть вот у нас есть, там, запас 5 метров, мы, например, сидели на 5 метрах. Через метр, еще через... У нас здесь прекратились поклевки, и мы начинаем двигаться в сторону кормушки и бурим лунки, там, например, в 2 метрах от кормушки, ну, одну луночку, да, и вот все, и начинаем ждать уже крупную рыбу. Связано все с тем, что лещ, так или иначе, подойдет, подходит максимально близко к кормушке. К источнику, собственно. Мы в камеру наблюдали, мы в камеру смотрели, как лещ реально стоит прям кормушку, вот так вот. Губами, или как у него там это называется? Да, 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 то есть ртом, губами, вот он там теребит кормушку, все. Вот, в этот момент очень полезно будет сделать такую следующую штуку. Мы берем, там, например, остатки нашей вот этой вот прикормки, которая у нас осталась, да, сухой. Вот, мы максимально ее смачиваем, лепим вот такие шары и отходим выше нашей кормушки еще метра на три, бурим луночку, эти шарики туда отпускаем. То есть это дополнительно дает... Они, так или иначе, вот, переувлажненные не упадут на дно, там разобьются, и они дадут новый шлейф вот этой вот, чтобы удержать. А, понял. И что тут скажет? А, Илеш тут скажет, да, вот, я удачно пришел, а тут еще что-то. Все, то есть этот шлейф у нас идет постоянно, и здесь у нас много-много пыли вот такой, да, там падает кормовых этих частиц, все. И у леща реально там голову сносит, он начинает клевать. Он зовет друзей. Ну, это вот то, что касается именно прикормки, ну, проверенной мной там уже на протяжении, наверное, лет там пяти вот так вот я ловлю. Я так понимаю, это тоже, наверное, один из классических приемов, да? Ну, это, скажем так, не совсем классический прием. Не совсем классический. Это вот к этому приему мы, например, то, что там докармливать шарами или еще что-то, честно скажу, нам-то подсказали на Волге рыболовы, которые ловят леща. То есть мы один раз там видели, когда они там, вроде бы, кормушки у них там все стоят, у них там происходит первая там поклевка хорошего леща, они там бегут, начинают сверлить и туда кидать эти шары. То есть на мой вопрос вроде бы, зачем у тебя же кормушка стоит? Он говорит, смотри, как сейчас заклюет. И реально там у него все, он бац, и у него там один за другим там клюет. Вот. Единственное, что там же, опять же, нам уже опытные такие лещатники посоветовали ни в коем случае не кормить мотылем. Закормишь иначе? Закормишь. Закормишь. Ну, то есть он потеряет интерес к приманке. У меня даже первый тоже был вопрос. Этот-то прикорм это хорошо, а давай туда сейчас еще полкило мотыля кинем. Он говорит, ну все, кинешь и клевать не будет. Приходи в следующий раз. Вот. Это, скажем так, ну такая вот основа там для нас. У нас же на вятке, я очень часто видел, что просто там ставят кормушечку, да, там и все, и сидят там целый день. Вот. Ну там где-то передвигаясь, если заканчивается клев, но тем не менее, вот в моих условиях такой вариант прикормки работает лучше. О, увлекательная сегодня передача, весьма интересный рассказ. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Буквально минутка остается до конца. Я просто хочу заглянуть, Василий, в телефон и посмотреть, какие смс-ки к нам пришли. Напоминаем вопрос по новым правилам. Напишите, пожалуйста, длину, размер и количество на одного человека в сутки. Давай почитаю, что. 5 килограммов. По-моему? Нет? Нет, не 5 килограммов. Так, давай дальше буду смотреть. Так, это еще у нас из предыдущей программы ответы, тут я еще не удалил. Минимальный размер рыбы и количество штучек судака в сутки. Длина 40. Да. С длиной угадал, да? А штук 40. Штук 40? Да. Длина 40, штук 40. Вот такая смс-ка у нас есть. Хорошо, еще смотрю. Длина судака 40 и 5 килограммов. Нет. Нет? Да что ж такое? Расстраиваете Василия Мамунова. Еще смотрю. 5 килограммов и не более 40 сантиметров. Но это все об одном. Ну, во-первых, не менее 40 сантиметров. Не менее, да. Количество штук. Количество штук. Вот 40-то сантиметрами угадали, да? 40 сантиметрами угадали. Ой, смс-ок много. Я не успею просто сейчас их открыть все и посмотреть. Но обязательно я найду. Если есть, конечно, этот правильный ответ, обязательно найду. И с автором этой смс-ки созвонюсь уже завтра. Потому что, ну, время позднее. Не хочу тревожить. Пусть уже в семьях уже будет спокой, время к отдыху и так далее. Вот такая интересная сегодня программа «Трофей рыбалка». Напоминаю, что завтра появится видеоверсия на нашем сайте хакирова.ру и на нашем ютуб-канале. Спасибо большое, Василий. Всего доброго. Спасибо нашему генеральному партнеру. «Движение нефтепродукт». До свидания. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». «Трофей рыбалка». «Движение нефтепродукт». «Движение нефтепродукт». «Движение нефтепродукт». «Движение нефтепродукт». «Движение нефтепродукт». Продолжение следует...